Торжественный старт движению сегодня дал Владимир Путин. Сопровождали президента страны губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и глава республики Крым. Ведь мост соединяет именно эти два региона. Право первыми опробовать дорожное полотно дали технике, которая участвовала в строительстве перехода через Керченский пролив. За руль КамАЗа даже сел Владимир Путин. Сегодняшний день наверняка войдет в историю нашей страны. Для всех жителей это стало большим событием. По этому случаю на крымской стороне моста развернули настоящий праздник. Выступили известные звезды эстрады, свои лучшие номера исполнили кубанские творческие коллективы. К россиянам со сцены обратился глава государства Владимир Путин. По сути на этот объект работала вся страна. Это замечательный результат, который делает Крым и легендарный Севастополь еще сильнее. А всех нас еще ближе друг к другу. Это позволит развивать с новыми темпами, с новым качеством экономику Крым и Севастополя. Поднимать жизненный уровень людей. Мы будем и дальше работать над проектами подобного рода по всей стране. Именно по всей стране. Будем строить новые дороги, новые мосты, новые аэропорты и порты. Будем делать жизнь наших людей лучше, достойнее. И мы обязательно в этом преуспеем. Потому что у нас есть такие талантливые, такие замечательные люди, как вы. Поздравляю всех вас и желаю вам новых успехов. Спасибо вам большое. Крымский мост стал самым протяженным в России и Европе. Причем возвели его в рекордные сроки. Всего за 816 дней и сдали раньше намеченные даты на полгода. Кстати, любопытный факт. Стройка поспособствовала увеличению численности дельфинов. Их привлекла рыба, которая стала больше из-за растительности на сваях. Движение для всех легковых автомобилей официально откроют уже завтра в полшестого утра. Большегрузы же по нему смогут проехать осенью.